Всем дня, с вами Юмилия, давайте посмотрим Бэша, у меня уже была одна реакция на него, можете посмотреть на канале, на его самый, по-моему, первый видос, сейчас посмотрим последний видос на его канале, который вышел месяц плюс-минус назад, первый дрифт, поехали! Кстати, что самое классное Бэша мне написала, сказала, что ему моя реакция понравилась, поэтому мне это безумно приятно, вот. Ссылка, кстати, на этот ролик будет в описании, у Бэша, кто не знает, довольно интересный стиль, но сейчас все увидите. Я тут немножечко экран забыла переставить, бывает, простите меня, глупенькую, давайте смотреть. С каждым вашим лайком шансы того, что я в следующий раз забуду поставить экран, уменьшаются. Давайте спасем реакции всех, кто будет смотреть их, тем более во время стримов, и поставим лайк, чтобы такого впредь не повторялось, или подобное повторялось гораздо в меньших масштабах. Так, вот я про него говорила в первый раз, что он на шаги похож. Вот, я уже высказал свое мнение по поводу этого момента, и так странно, что я перезаписываю это, и что мне говорить это мнение еще раз? Вот про него я говорила, что такой даже ни разу в жизни не видела. Интересно, кто-нибудь еще использует слово цифровик? Как тогда называли небольшие неплёночные фотоаппараты, делающие цифровые снимки? Интересно. Ну, такие были редкостью, я бы прям в жизни ни разу такого не видела. В то время Паша катался на маунтинбайке. Короче, местные шаги. В комплекте с привычкой снимать чуть ли не каждую попытку каждого трюка, а также возымел привычку, в принципе, снимать все происходящее вокруг. А мы с братом, в свою очередь, пересмотрев до дыр все части чудаков, очень даже разделяли его интерес. Так что Пашин цифровик периодически служил для нас просто поводом что-нибудь поснимать. И эта история как раз-таки об одном из таких случаев. Но началась она немного раньше. Что ж, давайте начнем с самого начала. Ты че там смотришь? Да, Паша видос какой-то скинул. Аааа. Так прям глаза загорелись. Это было видео Кена Блока, которое просто перевернуло наше представление о дрифте. Мы, конечно, и до этого знали о таком явлении благодаря НФСК и третьему Форсажу. Но, по крайней мере, я точно до этого момента реально думал, что в играх и кино возможность контролировать занос значительно преувеличена. Ну, серьезно. Он дрифтил вокруг чувака, который ехал на гироскутере и поворачивал. В общем... Когда я в первый раз была в машине и она дрифтила, честно скажу, я испугалась и думала, что мы в аварии сейчас попадем. Но просто человек, который это сделал, это планировал, а я думала, что все, мы сейчас умрем. С этого момента с целью максимально приблизиться к ощущениям от реальной боковой езды, мы втроем начали интенсивно эксплуатировать Пашин игровой руль. Играя в Shift, Drift, Dirt 2, короче, в те игры физика автомобилей, в которых казалось нам наиболее реалистичной. Но Паша не был удовлетворен степенью погружения и реалистичности и решил пойти дальше. Какой еще видос? Я все продумал. Сейчас Валера на тачке подъедет и мы снимем свой дрифт-видос. И хотел сказать на переднеприводной тачке. Переднеприводная, заднеприводная, какая разница? Это всяко лучше, чем игры. Да и вообще, ты вот это видел? А вы знаете, как с помощью досок, брусков, ножовки и гвоздей сделать из переднеприводной тачки корч? Нет. Нет. Я думаю, некоторые уже догадались. Понятия не имею. Сделаем бортики из бруска и подложим их под задние колеса. Ну и самое главное, мы снимем видос, мы снимем видос. А потом смонтируем все под крутой музон, как у чудаков. Всегда любил такие моменты, когда обычный будний день спонтанно превращался в воплощение очередной тупой идеи. Ты вроде только что... Но это же круто, когда есть идея и когда есть друзья, которые могут поддержать. Ты делал с четвертой ГТА-хой, а уже идешь снимать сомнительный дрифт-видос переднеприводной тачкой. Надо снимать вообще все вокруг, чтобы было с чего монтировать. О, это, короче, начало видоса будет. Типа, в ускоре на съемке выход из подъезда. Да-да-да, в натуре. О, какой песик. Вот у меня тоже примерно самое происходило, когда я снимала свои лайв-видео. Но, к сожалению, я сейчас реже снимаю. Снимая крыльцо ближайшего подъезда, и вооружившись одной ножовкой на четверых, мы принялись за работу. Пацаны, стойте. Надо заснять, как мы все это делаем. И ускорить. Ну что, таймлапс это довольно крутой прием видеомонтажа. А еще это единственный прием видеомонтажа, который нам был знаком. А чем чаще использовать крутые приемы видеомонтажа, тем, конечно же, круче видос. Да вот так, нормально. Давай чуть-чуть левее, чтобы они в центре были. Главное, чтобы ветром не сдуло. Да, Паша этого не переживет. Да ничего не сдует, нормально стоит же. А, скользит. И вот это, мне кажется, самое стрёмное, потому что сейчас из-за этой съемки, из-за этой камеры, им будет неудобно работать, потому что, может, кто-то будет думать, что там я как-то плохо на камере выгляжу, или же вот будут беспокоиться о том, чтобы камера не упала. Ну все, снимаем. Надежно поставив цифровик на скругленную поверхность спойлера машины, мы снова приступили к работе. Мне просто интересно, как это будет выглядеть в итоге. После изготовления трех пар фиксирующих доз, лотков для дрифт, трех пар дощечек с бортиками, мы решили заснять, как мы кинематографичны, открываем багажник и складываем их туда. Ну что, открываем? Нет еще. А, там кто-то лежал, да? Так погнали или открывать? Да открывайте уже. Или просто камеру положили. Пацаны, давайте в темпе, неудобно вообще. А в каком именно темпе? Ну блин, речь быстрее, давайте. У кого последнее? А, у меня. Положь ее прямо на объектив, чтобы типа кадр перекрылся и потемнело. Именно на объектив? Или прямо вплотную к фотику? Прямо на объектив не получится, так как линза находится в вертикальном положении. Клади уже. Не получилось. Слишком светло. Доску видно. Не потемнело? Не-а. Мне просто интересно, а есть ли эти записи? Покажет ли он их? Было бы круто это все увидеть. А, походу вот-вот-вот они, да? В конце. Ну вот теперь погнали. Городок у нас был небольшой. Так круто, что они в 11-м году уже такое делали. Подходящих для дрифта мест в нем практически не было. Но неподалеку от нашего двора была большая открытая парковка у хоккейного стадиона. Наш выбор пал на нее и разошла... Я, если честно, до сих пор не понимаю, как он вот это делает. Это моделирование какое-то или текстуры как-то поверх фотки наносит? Что это? Необычно. Не то, конечно же, мы не могли не... Потом, когда видос ускорим, тряска жесткая будет. Лучше с рук снимать. Да ты че, гонишь? Наоборот, относительно машины зафиксировать надо. Да, типа как в GTA-х и камера от капота. Ну, смотрите. Ну че, все? Выдвигаемся? Выдвигаемся или погнали? Вот сейчас в этом видео вы просто видите бэкстейджу, мне кажется, каждого влога, который человек пытается снять более или менее качественно, потому что я тоже так же парилась. А как камеру ставить, а как держать, а что делать, это нереально сложно, блин. Вы думаете, что просто взял камеру, держишь в руках и все, но нифига подобного. Например, видите, как тут ребята парятся? Ох, ага. Мне нравится. Такое лицо брутальное, максимально. Круто. Единого шанса утреть несчастным кащичком. А мы с чувством глубочайшего удовлетворения радостно гласили на происходящее и вдыхали запах паленого дерева с акрилками. Конечно же, снимая все происходящее на цифровик. Нормально водить из нас четверых умел только Валера, поэтому мы по очереди взадились в деревья по кружеской и кайфомали. До тех пор была одна из подножек в сопровождении громкого лови корресины не развалилась. И только мы хотели заменить ее на новую, так... Вы че, мать вашу творите? Весь асфальт усрали! Что? Да, парковку мы уделали знатно. Но заметили это уже после яростных криков, пребывавшего в полнейшем недоумении сторожа. Поэтому мы решили по-хорошему быстренько свалить. Да, неловко вышло. Так и не на... Но зато у них получилось. Это же круто, что они старались, снимали, и все вышло как надо. Мне кажется, им было бы очень обидно, при том, что они все вместе собрались, столько старались, красиво отснимали, и у них бы не вышло в конце, или все сломалось бы. А тут прямо от штопа все получилось. К местам мы, слегка разочаровавшись весьма скудным объемом отснятого материала, разошлись по домам и оставили нашу идею. Но вечером того же дня, пересмотрев все исходники, мы с братом осознали, что отсняли не так уж и мало, и решили попробовать довести дело до конца. Смотри, вот этот кусочек надо еще ускорить. Да, кстати, и с багажником тогда тоже можно... Во! И еще давай, где под колеса доски подкладываем, тоже ускорим. А момент, когда камера от одного колеса к другому идет, можно еще сильнее ускорить. Ускорив почти каждый фрагмент видео на таймлайне, мы наложили на него мощный качевый трек с пробивным гитарным рифом и получили то, что получили. По-моему, вышло неплохо. Начав, включаю. Погнали! О! Оооо! Вот-вот-вот этого я ждала, честно. Прям и песик добавил похожего. А сколько им лет тут вообще? Прям реально, вот понимаете, он в анимации передался так прям в локации, положение камеры. Вот офигеть! Круто! Честно, я бы угарнула, если бы тот челик реально тот же самый кадр был с тем, типа, как он играет на гитаре, якобы. И в конце как получится? Ооо! Он даже вот в анимации повторил вот эту дощечку. Блин, это же так круто! Можно через года просто это смотреть, вспоминать, кайфовать. Такая ностальгия. Ну, честно, я такую штуку не видела даже ни разу и не знала, что так делают. Ну, потому что они шарик подобным. Ооо! Реально же, вон какие волосы! Круто! Вообще, не знаю, с каких пор это традиция, но я очень часто вижу, как дрифтуют на парковках у торговых центров. И самое страшное, когда это делают, когда прям очень много машин. Тут хотя бы, вон видите, машины вдалеке и свободное пространство. А некоторые делают прям при большом количестве машин стоящих. Сколько им лет? Я не знаю, мне кажется, что вот этот парень тут несовершеннолетний. А водит же. Или, ну, ему 19, наверное, я даже не знаю. Но он выглядит именно молодой. И это было круто. Я не говорю только об анимации, а о самой истории. Это так классно, то что ребята еще до возникновения вот этой ютуб-культуры и до того, как все начали снимать видео, уже занимались подобным. И мне кажется, если бы у них был еще тогда ютуб-канал, и они делали бы нечто подобное, то могли бы очень даже неплохо развиться. Потому что в те годы, насколько я знаю, такого контента не было. Хотя, сама я на ютуб пришла, именно начала его смотреть году в 14-м, в 15-м, где-то так, плюс-минус. И самое классное то, что как раз-таки были показаны вот эти вот видеоматериалы. И забавно было бы, если в конце подошел вот этот вот мужчина и прогнал бы их. Но я прекрасно понимаю, что этот момент они бы не стали вставлять именно в свой ролик, потому что здесь вот так все брутально прям. Но чисто ради прикола, вот если бы у него был этот момент, это было бы просто ржачно. Потому что почти всю историю, которую он рассказал, он, можно сказать, тут и показал. И вот этот момент тоже был бы нереально классным. Спасибо. Тебе спасибо, ролик классный прям, нереально. Очень атмосферный. Прям, знаешь, вот мне, например, всегда нравились такие моменты, такие темы, типа, знаешь, там друзья собираются, что-то делают, это круто.